На стадионе тоже случается всякое, особенно когда разгораются страсти. Министерство внутренних дел предлагает ряд инициатив для улучшения безопасности во время футбольных матчей. Конфликты между милиционерами и болельщиками часто вызывают широкий общественный резонанс, а в правовое поле здесь несколько размыто, говорят специалисты. Например, в законе могут появиться такие термины, как болельщик, волонтер и стюарт. Последние наделяются правом проверять у граждан документы и досматривать личные вещи. Особо злостных футбольных хулиганов могут лишать права посещать матчи. Эти и другие инициативы сейчас открыты для общественной дискуссии. Ольга Петрашевская выслушала разные стороны. Одни болеют. Другие играют. А третьи следят, чтобы мяч не вылетел за кромку правового поля. Здесь каждый охраняет свои ворота, но пас мнений мы получим от всех сторон. У нас все так, довольно жесткий досмотр. Если человек неинократно нарушал общественный порядок, зачем его пускать на стадион? Настоящий болельщик всегда себя ведет, культурно. Его же, а вот Крунка, он тоже принимает участие. Первый тайм обсуждения начался с инициативы МВД Беларуси внести коррективы в законодательство касаемо поведения фанатов и безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. Один из пунктов, предложенных для общественной дискуссии, стоит ли запретить нарушителям со стажем на срок от трех месяцев до трех лет посещать матчи и соревнования. По-моему, и так довольно все уничтожено на данный момент, поэтому есть ли смысл. Владимир, болеющий за горячих испанцев, с холодными аргументами рассуждает о табу на посещении стадионов за неспортивное поведение фанатов. Он был бы за, увидев четко прописанные условия, какие проступки пойдут в зачет и как правоохранители определят, что он, а не тот парень на прошлом матче бегал на поле сжать руку вратарю. То есть будут стоять люди с фотографиями, их высматривать, как это представляется вообще. Все зависит от того, что человек сделал, если человек на стадионе, не знаю, ругался матом, к примеру, запретить ему посещать футбол, потому что он на эмоциях ругался, ну тоже неправильно. В той же Европе вы увидите очень мало сотрудников милиции на стадионах, это в основном стюарты. Стоит ли и нашей стране перенять практику, когда за порядком во время матча следят именно стюарды, то есть по сути гражданские лица, также вынесли на общественное обсуждение. И, кстати, в Борисове на эту тему не только дискутируют, но уже и обкатывают стюардов с нового сезона на реальных играх. Когда милиция стоит, это хорошо, но болельщики не любят, когда милиция, допустим, задействована внутри чаши стадиона. Поэтому принято решение было, что на стадионе задействуются гражданские стюарды и охраняют общественный порядок. Присутствие стюардов не означает, что все сотрудники милиции вдруг разом встали и уехали. Дежурят правоохранители также, только не на самих трибунах, а поблизости. И, конечно, стюарды – это не мимо проходившие люди с улицы. Их обучают, чтобы в случае нештатной ситуации они смогли адекватно отреагировать на излишне эмоциональных фанатов. На нас будет возложена все равно главенствующая и координирующая роль в обеспечении охраны общественного порядка. При этом больше внимания будет уделено прилегающей территории. И в случае необходимости органы внутренних дел незамедлительно отреагируют на любые ситуации, которые будут возникать непосредственно в чаше стадиона. Наличие стюардов приводит к более позитивному восприятию футбола. Ты видишь человека, который в определенной степени заинтересован. А сами они заинтересованы прежде всего в том, чтобы, приходя на стадион всей семьей, оценивать голые пенальти, а не кричалки, после которых Данила еще и спросит, а что это за слово. Поэтому и Андрей, и Александр хотели бы не столько усиления ответственности, сколько не лишнего напоминания фанатам, что спорт прежде всего мир и никак иначе. Каждый болельщик, каждый фанат, он болеет за свой клуб. И я против того, чтобы болеть против кого-то. Недавний матч в Минске. Заметим, что так фанаты реагировали на команду соперников любимого клуба, когда тот начал бескомпромиссно проигрывать. И по мнению самих футболистов, подобные случаи – гол в ворота противников, усиление ответственности для фанатов, потерявших контроль над собой. Наверное, таким не место на трибунах. На футбол должны приходить люди поддерживать свою команду, а не преследовать какие-то свои цели. В обсуждении аналогичных вопросов все любят уходить на перерыв, чтобы обратиться к мировому опыту. Так вот, в Шотландии агрессивного фаната могут отправить за решетку на срок до пяти лет. Во Франции прийти на матч под шофе обойдется в 7,5 тысяч евро. А, к примеру, в Швейцарии буйного болельщика просто не выпустят из страны на выездную игру с участием любимого клуба. Ваши болельщики где? Вот. Как будут вести себя болельщики важно и на этом школьном стадионе, и в игре, который еще расти и расти до правил высшей лиги. Но иногда эмоции уходят в положение вне игры у обеих сторон. Футбольный мир знает случаи, когда удары от спортсменов для болельщиков были вовсе не штрафными. Конечно, это исключение. Как счастье, белорусские фанаты, не умеющие контролировать себя на стадионах во время матчей. Таким мы, кстати, тоже предлагали высказаться, но те отказались сразу. Впрочем, единого мнения здесь в любом случае не будет. Одним выгодны послабления, другим уверены, что не окажутся с первыми в одном секторе. И пока в этих соревнованиях аргументов два мяча, можно сделать свой пас поближе к воротам соперника. Ольга Петрашевская, Дмитрий Боярович, Максим Сацукевич и Игорь Синюта на неделе об инициативной передаче.